уже через несколько дней состоится очередная встреча министров обороны стран поддерживающих украину в войне против россии нынешняя встреча в формате рамштайн ее так называют потому что проходит она на немецкой авиабазе с таким же названием должна быть посвящена авиации почему украина настойчиво просит у партнеров самолеты и на что могут повлиять западные истребители разбираемся в этом видео год назад воздушные силы всу насчитывали 26 истребителей су-27 43 истребители миг-29 12 бомбардировщиков су-24 17 штурмовиков су-25 при этом у россии до начала полномасштабного вторжения было более 1000 авиамашин украинский генштаб говорит что россия уже потеряла на этой войне почти 300 самолетов однако и у воздушных сил в ссу есть потери но цифры до окончания войны не уточняют как видно из статистики российский авиафлот в разы больше а это значит что потери самолетов не будут для них критичными еще долго в отличие от украинской стороны кроме того наземная система по его регулярно истощается ракетными и атаками дронов именно поэтому украина на протяжении месяцев настойчиво просит партнеров о самолетах минобороны настаивает именно на современных западных самолетах они старых советских образцах планах заменить весь нынешний авиапарк на американский f16 или f15 для того чтобы закрыть небо украине необходимо 180 таких самолетов воздушных силах говорят что для эффективной обороны нам нужно создать 5 бригад f16 однако все понимают что сразу такое количество самолетов мы наверное не получим хотя запасы этой техники у стран на то есть ведь сейчас эти самолеты активно заменяют на более современные f35 украинские официальные лица говорят что ожидают одобрения на передачу 1 эскадрильи f16 это около 20 самолетов уже в ближайшее время система управления и обслуживания f16 отличается от привычных украинским пилотам су или мигов однако по словам экспертов обучиться управлять таким самолетом можно за три месяца учиться его обслуживать правда придется дольше однако мы уже видели неоднократные примеры когда украинские воины осваивали сложную западную технику с опережением плана кроме того как и с леопардами и другой техникой обучение можно начать заранее примеру британия уже заявила что начинает обучение украинских военных летчиков существует пока не разрешенная проблема что для использования f16 необходимы длинные взлетно посадочные полосы которых пока не хватает в украине в не аборийном состоянии результаты будущего авиационного рамштайна очень важны для украины партнеры как и раньше опасаются что самолеты можно использовать для ударов вглубь россии однако такие удары украина наносила и без современных f16 гораздо более дешевым и не таким критически важным для себя оружием кроме того за последний год украинские переговорщики смогли добиться разблокировки всех необходимых вооружений кроме самолетов что внушает оптимизм ключевым вопросом как и раньше остается время успеют ли вооруженные силы украины получить все необходимое к нужному моменту чтобы успеть вернуть захваченную территорию уже в этом году